Всем привет, с вами Готик, а с вами Сократ. На этой неделе у нас была целая куча огромных событий, начиная от дата-майнеров, которые нарыли контент в обновлении Натуралист, и до еженедельных событий, бонусов и скидок. Давайте по порядку разбираться, что есть что. Погнали! Ну а начнем мы по статистике, как всегда, с онлайна. В Стиме, единственное, что могу следить только за Стимом, онлайн вырос на 10 тысяч человек и в пиковый момент составил 29 тысяч человек. Rockstar отчитались перед инвесторами 3 августа, то бишь вчера, и количество проданных копий Red Dead Redemption 32 миллиона. Это, конечно, все здорово. 5% своего дохода, полученного от внутриигровых покупков GTA Online и Red Dead Online в течение апреля и мая, они отдали различным благотворительным организациям по всему миру. Это, конечно, тоже здорово. Однако есть такая ситуация. Пару дней назад всех англоязычных стримеров, начиная от Хазарда и более известных англоязычной аудитории, крошили их стримы на Твиче и Ютубе по КД. Товарищи эти молчать не стали, начали создавать в Твиттере сообщения с хэштегом Rockstar, и, как вы думаете, что? Ничего. Rockstar никак на это не отреагировали, однако проблему с читами и с крашами уже известно всем. И Rockstar пообещали с этим бороться еще до выхода обновления Натуралиста, однако как это будет проходить, я не знаю. Я честно сомневаюсь во всей этой политике партии Rockstar, потому что только в их дырявых двух играх под названием GTA Online и Red Dead Redemption Online есть такая система, что вас могут просто дропать из игры. Интересно, это когда читаки борзеют уже в края и переходят на реал. Посмотрите фрагменты стрима, где Сократочка стримила игру на новом аккаунте, девятый уровень, играла одна, никому не мешала, тут врываются четыре читеры. Что именно? Ну какие условия, чтобы они не крошили стримы? Она еще не придумала. Мы не хотим сильно вас там, блядь, стерроризировать какими-то условиями. Все просто, Сократ, ты говоришь, что не играешь в спидеры. Блядь, ну значит не играешь в спидеры? Ну и хуйней в интернете страдать тоже, наверное, не стоит. Ты же взрослый человек. Ты же понимаешь, если позвонят из садика и скажешь, что там, блядь, Миша или как, я забыл, как зовут, не пришел. Ну ты понимаешь свои чувства, да? Ты что, долбоев, что ли? Что Диана, не к тому таксисту сел. Вот не надо этого делать. Ты понимаешь, что ты на стриме угрожаешь, блядь? А, ты на стриме... Так выключай стрим, блядь, зачем? Естественно, я на стриме... Ладно, оставим этих шуток Горохова в покое и переходим непосредственно к следующим новостям. На встрече с инвесторами пообещали в 2021 году, во втором квартале, когда выйдут новые консоли, о том, что будут обновления в Red Dead Online эксклюзивно для PS5. На протяжении трех месяцев там будет особый контент, который потом перенесут и на ПК. После чего обновлять PS4 и Xbox One уже перестанут и будут обновлять только ПК и консоли нового поколения. Таким образом, получается, что, неважно, выйдет GTA 6 или нет, GTA Online и Red Dead Online будут обновляться с выходом новых консолей. Это, в принципе, здорово, однако только проблему с читаками это также не решит. И в данный конкретный момент я чисто физически не могу набить даже бандитский абонемент. Ну да и фиг с ним, потому что в Fallout есть другой бандитский абонемент, который я сейчас с удовольствием и набиваю. Вот кто нас порадовал на этой неделе, так это DataMiner TGFGuru, который заметил в строках кода последнего обновления Red Dead Online Naturalist упоминание превращения персонажа в животных. Это волка, кролика, пуму, быка, кабана и медведи. Если кто не знает, такая же фишка есть в GTA Online. Там персонаж мог превратиться в животное, съев просто кактус глюциногенный. Видимо, в Red Dead Online собирались или собираются добавить нечто подобное при помощи нашей старой доброй подруги Гарри, которая собирает материалы животных для себя. И вот здесь вот в сообществе разбушевалось мнение, а кто она такая? Реально ли она правозащитница или не все так кажется, как на самом деле? Первый лагерь игроков, которые считают, что она все-таки правозащитница, потому что у женщин на то время прав не было, прав голоса не было, она действительно топит за животных. И в этом случае газ является ее противоположностью, который считает, что охота, промысел и так далее, это важно. Она считает, что надо спасти животных, и вот такая прекрасная распрекрасная. Однако есть и другая позиция, которая рассказывает о том, какое же снотворное она использует. Ее снотворное – это патроны 22-го калибра, смоченные в маковом растворе. Мак является широко известным источником опиоидов. Именно из них веками делали болеутайляющие, и именно они использовались в традиционном мексиканском травничестве. Но от него по большей части отказались после реформ в области медицины 30-х годов. И опиоиды также являются предшественниками героина, который был изобретен в 1898 году товарищем по имени Байер. Он называл это тогда и свое изобретение чудо-лекарством. И тогда действительно героином лечили людей. Вот что самое интересное. Гаррет испробует это снотворное на животных, после которых вы собираете их образцы. В начале катсценки она опыляет вас каким-то наркотическим средством, после чего вы попадаете в какой-то транс. И вот это самое интересное. На собак опиоиды действуют хуже всего. И в игре вы собак убиваете. Вы не можете собак взять с них образцы. Так вот, о чем это нам все говорит? Говорит нам об этом следующее. Гаррет намеренно отдает припочтение опиоидам, хотя она совершенно спокойно могла бы использовать бромиды, протестированные на настоящих животных транквилизаторы, которые использовались учеными, докторами и охотниками еще с 1860-х годов. То есть защитница природы могла использовать безобидный транквилизатор. И животное после этого не надо было бы воскрешать. После опиноидов большинство животных могут и не прийти в чувство. То есть если это правозащитница животных, то зачем их усыплять опиноидами? Вот это хороший вопрос. И скорее всего нам потом впоследствии расскажут эту разгадку с добавлением новых легендарных животных и квестов, связанных с этим. Так вот, тот же самый датамайнер TJFGuru, который отыскал список легендарных животных. А это медведь, олень, снежный олень, койот, аллигатор, полосатый аллигатор и многие-многие другие животные. То есть, как я и говорил, скорее всего нам каждую неделю будут добавлять по новому легендарному животному. И тут самый интересный момент. Куча игроков заметила такую проблему, что легендарные животные в свободном режиме перестали спауниться. Здесь сделали тест. Три игрока выше 15 уровня натуралисты не удалось наткнуться ни на одно из легендарных животных. После чего они пришли к такому выводу, что если у игроков ниже 15 уровня просто нету навыка, который должен увеличивать шанс нахождения легендарного животного, который и открывается с 15 уровня. Однако этот шанс сейчас работает в противоположную сторону. То есть, вы вообще не можете никого найти. Проблему это можно решить таким образом. Если у вас в пати есть натуралист, которому меньше 15 уровня, тогда животные легендарные будут спауниться каждые 30 минут примерно плюс-минус. Но если вы больше 15 уровня натуралиста, повстречать легендарное животное становится реально тяжело. Как я уже и говорил ранее, датамайнер и модер TJFGuru, который нашел в файлах нового обновления, строчки кода, который подтверждает, что режим противоборства под покровом ночи с хищниками и охотниками вернется на Хэллоуин и в этом году. И также будут добавлено 20 уровней бандитского абонемента, маски на животных, на ручеи и многое-многое другое, что нам добавляли и в прошлом году. В каталоге появились новые предметы одежды. Куртка Windcliffe за 245 долларов, пальто Marshall, пиджак Sandowal, шляпа O'Cuin, шляпа Tiltem, шляпа из Гремученика, новые варианты, пончо Карчодо, сапоги Мартон, перчатки Хелсби, штаны Плата, жилет Killiman, платье Fairburn и платье Litem. Все это вещи, которые добавили, новые вещи, новые раскраски к старым вещам, добавили на этой неделе. Вернулись в каталог одежды, предметы из ограниченной серии, жилет Ортега, сапоги, стрикленд и шляпа из эллигатора, скидки на пистолеты, волканик, полуавтоматический и маузер, скидки в походных припасах у Крипса, это палатки, на все палатки, кстати, скидка на все флаги, скидка на лошади, почти на все лошади, у нас есть с вами скидки, кроме лошади натуралист. Ну и как я вам говорил, у нас каждую неделю будут появляться новые легендарные животные, на этой неделе это будет аллигатор, добавили двух разных расцветок, темный и рыжесветлый. У Гасса появился новый вариант для лука, аллигатор стоимостью 9 золотых слитков. Чтобы применить этот вариант к луку, после покупки отправляйтесь к оружейнику и выберите этот вариант раскраски через меню модификаций. Более того, к сожалению, дикому моему сожалению, я не смог для вас подобрать и сделать видео обзор новых вещей, потому что меня просто заколебали читаки, и я не могу даже войти в игру. Поэтому скрины новой одежды предоставлены сайтом группы ВКонтакте, RSG, нижнее подчеркивание SU, ссылки в описании. Как, собственно, ссылки на наш Дискорд и ссылки на спонсорскую подписку, донаты и все, что нужно для того, чтобы продвигать наш контент и продвигать наш Ютуб. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Для меня очень важна ваша поддержка, да и не только для меня, для всего нашего сообщества, потому что мы опять находимся под прессингом читаков, и на этот раз нам уже реально пофигу. Собственно, на стримах вы это видите, и я надеюсь, что вы поймете меня и простите, если в конечном итоге я буду для вас стримить или обозревать другую игру наравне вместе с Red Dead Redemption. То есть до тех пор, пока читаков не забанят или проблема не решится, я, к сожалению, не могу проводить турниры и, скорее всего, даже не смогу сделать для вас модный приговор, потому что нас караулят 24 на 7. В общем, вот такие новости. С вами была Готика. Сократ, пока.